Еще одна содрогающая скреп и новость из нашего соседнего региона Оренбургской области. Там число погибших от отравления суррогатным алкоголем достигло 26 человек. Всего пострадало 54. Многие находятся в тяжелом состоянии. Людей доставляли некоторых в больницы уже в состоянии комы. Об этом стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие, жители трех районов региона. Также в одном селе погиб муж и жена, у которых осталось пятеро детей. Водку продавали в разной таре, в разных местах. Паленую, естественно, следователи возбудили 6 дел. Уже задержали 6 подозреваемых. Все это какие-то женщины, мужчины разного возраста. Но все это те, кто производил, сбывал, видимо, по всей видимости, по версии следствия. Но не те, кто сделал это возможным. Да, очевидно, что вот эта ситуация с паленым алкоголем для власти очень выгодная тема. Очень выгодная. Здесь они убивают целый ряд таких важных для себя вопросов. Во-первых, плановое сокращение численности России. Мы же понимаем, что война в России идет в зауалированной, хитрой форме. И население сокращается на сотни тысяч, на миллион человек в год. По итогам 2021 года более чем на миллион человек сократит численность России. И по моим прогнозам, по моим оценкам. И война эта происходит разными такими рычагами, механизмами. В том числе и вот этим контрафактным алкоголем. 50 тысяч у нас потери в автокатастрофах, в авариях на дорогах. Десятки тысяч у нас травятся, собственно, вот этим контрафактным алкоголем. Кто-то умирает из-за отсутствия достойного уровня жизни, потому что не может позволить себе необходимого медицинского, например, лечения. Лекарств, в конце концов, не может себе позволить. Кто-то умирает, потому что просто иной раз есть нечего. Может, не от голода, но когда ты ешь низкокачественные продукты, это приводит к тому, что у тебя возникают хронические заболевания. И многие просто не могут с этими заболеваниями жить. Собственно, для власти это очень удобно. Меньше голодных ртов, меньше недовольства. Чем меньше людей, тем меньше недовольства. И легче будет богатство нашей страны разворовывать дальше. Красть у нас их, вывозить их за рубеж, обеспечивать весь мир газом. Но свое население углем топится или дровами, валежником будет топиться. Чем меньше таких людей, тем меньше будет критики в сторону руководства. Второе, безусловно, помимо сокращения населения, это и дополнительные возможности для личного обогащения. Потому что если бы у государства была монополия на алкогольную продукцию, к чему призывают коммунисты и говорят, что это должна быть исключительно прерогатива власти. Никто не вправе заниматься этим бизнесом только лишь государству. Потому что это действительно, во-первых, невероятные ресурсы, огромные ресурсы. Это поступление в бюджет, которое будет исчисляться триллионами рублей. Настолько это экономически состоятельная тема. Тем не менее, даже несмотря на то, что это хорошая статья дохода для бюджета, государство не должно это развивать и пропагандировать, чтобы на этом зарабатывать. Потому что каждый полученный рубль в бюджет оборачивается большими убытками, которые государство несет в социальной сфере. На лечение, здравоохранение, на какие-то конфликты бытовые. Мы же понимаем, что огромное количество преступлений людьми совершается в состоянии алкогольного опьянения. Те же погибшие на дорогах, в том числе потому, что многие садятся пьяными за руль. И тем не менее, сейчас это практически полностью отдано на откуп вот этой мафии. Алкогольной водочной мафии, которая делает это втихую. Которая делает это, как говорится, с покровительства высокопоставленных чинов. И обогащается, вместо того, чтобы эти деньги шли на удовлетворение каких-то социальных нужд, в бюджет, на решение проблем, которые стоят перед государством и обществом. Это идет в руки вот этих вот олигархов, которые там зарабатывают просто колоссальные деньги. В результате, по итогам работы власти, они же занимаются этим направлением. Каждый год скандалы, каждый год кто-то травится, там громкие какие-то новости, что там десятки людей умерло, там сотни людей умирают иной раз. И в результате того, что власть этим так хорошо занимается, по моим оценкам, около 90% алкогольного рынка России сегодня состоит из контрафактной продукции. То есть это подделки. И самое страшное, что в этой контрафактной продукции погрязли основные игроки вот этого ритейла. Короче, это пятерочки, это, собственно, не пятерочки, сложно сейчас говорить про конкретные магазины, но сетевые магазины замешаны практически все. Даже в том числе элитные и крупные, которые работают на всю страну. И, собственно, продукция, которая у них там находится, это тот самый фальсификат, который не может гарантировать гражданам безопасность, свое здоровье и жизнь, в том числе, к сожалению. И даже если иной раз человек не умирает от этого, все равно для здоровья это дополнительный урон, потому что количество сивушных масел, количество других вредных веществ в алкоголе, оно приводит к возникновению рака, приводит к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. По этим направлениям Россия лидирует в мире. Мы самое первое место в мире занимаем от смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. И один из результатов, один из предпосылок, это как раз вот эта ситуация с паленой водкой. Чтобы вы понимали, решить эту проблему можно только одним путем. Мы должны отправить в отставку жуликов и воров, которым эта система выгодна, которых устраивает эта система, народная власть обязана принять законы, провести реформы, по которым власть государства возьмет на себя ответственность за продовольственную безопасность. То есть вся эта продукция будет прерогативой государства. И в случае, если будет возникать какая-то такая ситуация, ответственность будет уже для государства. Не только с точки зрения посадки провинившихся людей, кто все это организовал, но и вопросов компенсации, вопросов какого-то участия государства в помощи, в разрешении и так далее. На сегодняшний момент это решено не будет. Чем люди больше пьют, тем власти выгоднее. Поэтому водка единственный продукт в нашей стране, я подчеркиваю, единственный продукт, который в пересчете на советские рубли сегодня стоит дешевле, чем, соответственно, в эпоху Советского Союза. Все остальное, говядина, молоко, творог, хлеб, все продукты стоят значительно дороже. Некоторые кратно дороже. Но водка в пересчете на зарплаты, которые получали граждане в Советском Союзе, водка стоит дешевле. Случайность? Вряд ли. А паленая водка стоит еще дешевле. Ее продают, как правило, из-под полы в деревнях, в селах, в каких-то удаленных территориях. Ее продают, ну, как говорится, просто потому что это дешево. Потому что для многих это возможности, собственно, другой возможности у них нету, потому что зарплаты нищенские. И позволить себе не то, что более качественный досуг, позволить себе качественный алкоголь люди не могут. Потому что у них просто на это нет денег. Иными словами, власть путем социально-экономических реформ, благодаря курсу и политике, которую они проводят, они сформировали систему, при которой эта ситуация будет усугубляться. А страдать от этого будет каждый гражданин, к сожалению. Продолжение следует...